МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, конечно, это ужасно, что это происходит, и каждая такая смерть – это трагедия, но при чем тут овощная база? Совершенно ни при чем овощная база, еще какой-то магазин «Бирюза», который тоже там вообще оказался рядом, и который начали громить. Погром – это не решение вопроса. А решение вопроса могло бы быть, если бы люди почувствовали ответственность за то, что вокруг них происходит. Вот общественные организации, которые собираются, это люди, которые чувствуют эту ответственность. То, что я видела в разных странах Европы, это то, что называется комьюнити. То есть этой адаптацией занимается местное население. Вот как раз оно, именно оно понимает, что это необходимо, именно оно готово платить из бюджета маленького города или даже деревни средства для того, чтобы эти люди адаптировались. И делают очень много разных вещей. Применение мигранта у любого предпринимателя – это сверхприбыль. Поэтому он идет на любые преступления. Его надо ограничивать. Ему надо поставить меч Дамоклов над ним и говорит, принял – плати, срок прошел – выдвори, и сопроводи, чтобы он улетел. В базе данных они все будут. Как только через границу переехал, ты здесь как автомобиль. Все на учете, где ты находишься. А как по-другому нам защитить государство? Ну нет других механизмов. Учет, контроль, необходимость какая нужна. И нужна ли нашему государству такая необходимость? Это же рабы. Самые настоящие рабы. Кстати, этими законами мы их защищаем. У них тогда будет страховой полис, у них будет достаточная зарплата, обусловленная договором и контрактом. Это человеческое общество, и оно живет по своим правилам. Эти правила сегодня в России разбалансированы. Я считаю, это разбалансирование не устраняет сегодня действующий президент, пример-министр, действующие мэры и чиновники. Сегодня в действующем законодательстве существует требование, обратите внимание, квалифицированным работникам иностранным, которые пребывают на территории Российской Федерации, по наличию страховки на них самих и на членов семьи медицинских страховок. В отношении не квалифицированной рабочей силы такого требования нет. Мы считаем это неправильно. Мы предлагаем установить обязательное требование наличия медицинской страховки и у самого лица, которое нанимается на работу, и у членов его семьи. Кроме того, вы знаете, что те работодатели, которые привлекают мигрантов, они фактически сегодня имеют определенные налоговые преференции за счет того, что не оплачивают как раз часть социальных налогов в общем размере это порядка 8% уменьшение. Правильно это или не правильно? Неправильно. Потому что фактически сегодня все издержки и все затраты в таком случае несет государство, в том числе и социально. На митингах никакие конструктивные проблемы решены быть не могут. Даже конструктивные вопросы на митингах не могут быть поставлены. Но есть другие формы нормальные. Допустим, провести конференцию жителей не на улице, а нормально, как происходят все конференции. Согласовать, выдвинуть какие-то требования и требовать их выполнения. От того, к кому они будут поставлены. Допустим, требование о том, чтобы начальник отдела Министерства внутренних дел по этому району Западного Бирилева раз в месяц отчитывался перед жителями. Это просто надо ставить перед ГУВД. Допустим, требование о том, чтобы глава управы был назначен по согласованию с жителями и чтобы он тоже раз в месяц отчитывался перед жителями. Это требование надо ставить перед мэром города Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok